Девушки отдыхают Чуть-чуть сложно было до него добираться, там надо было заехать на гору Вот здесь вот как бы есть такая небольшая горка, на которую потребовалось заехать Вот она И собственно внутри там находился небольшой артефактик, который принадлежал какому-то человеку, который проводил здесь раскопки Вот такие вот дела Ничего сильно интересного вы, к сожалению или к счастью, не пропустили, поэтому поехали дальше Миссия в любом случае будет продолжаться и я надеюсь, что она закончится положительно По крайней мере где-то здесь у нас есть геты и их надо будет истреблять А попутно мы с вами сейчас пока что проходим уже дальше Вот, мягкое такое приземление сделали Чисто по фану Я надеюсь, что я встречу здесь какие-нибудь залежи Это было бы прям совсем классно А если нет, ну она нет, как говорится, и сюда нет Ладно, проезжаем вот куда-нибудь сюда И надеемся все-таки найти что-то интересное Потому что пока что я за время путешествия ничего такого не нашел Это немножко обидно, если честно Боже, как же у нас мака летает Так Давайте, нужно забраться на вот эту гору как-нибудь Хрен там Ясно-понятно, как говорится Мы все равно свое дело не бросим Все равно заберемся, потому что у нас там ценный ресурс Хотя могу поспорить, что Нет, смотрите-ка, походу действительно надо было забираться на гору А может и не надо было Нет, не надо было все же Но тем не менее Мы нашли свой ценный ресурс Это месторождение Тория Тория довольно интересный металл Ну окей Так, ладно Месторождение Тория мы нашли Вот не замечательно После меня Шепард Шепард и есть я Так что после меня Шепард быть не может Ладно Давайте прокатимся вперед И посмотрим Может там еще что-нибудь завалялось какой-нибудь там Берилий Торий Хренорий и прочее подобное Ну или Адамантий, как вариант Он здесь тоже присутствует Так Пока, если честно, я ничего такого не вижу Надо бы отодвинуть карту немножко И попробовать заехать уже Более далеко Кажется, тебя подбрасывает Боже, ты мой Очень классно сделано То, что мы видим Здесь все близлежащие планеты Очень круто Вот у нас еще одно месторождение Находится оно по ходу Либо наверху вот этой большой горы Либо рядом с ней Скорее всего Мне почему-то кажется, что наверху все же Ну да Говорится, хрен кто нам Даст просто так что-то добыть Нужно, как видите, заезжать На всякие горные массивы Чтобы что-то найти интересное Ладненько Месторождение Урана Сейчас мы самую малость облучились бы Будь мы Без Хороших скафандров Но благо у нас все с этим делом нормально Большое месторождение Урана мы нашли И это хорошо Так, ладненько Осталось совсем чуть-чуть Мы уже почти доехали до нужного Местоназначения Поэтому туда мы сейчас Собственно и отправимся С вами, дорогие друзья Туда мы с вами и отправимся Но попутно мы Пока что будем Проезжать По краю Дабы найти Может быть что-нибудь полезное До того, как мы Отправимся на миссию Тем более, что миссия уже Почти вот-вот Наступила Насколько я помню Как я уже говорил Я не проходил Данную миссию Потому что Я по-моему как раз тогда Не увидел Вот этот спутник И как-то забил На это дело Но вот сейчас Как вы видите Я его Увидел И смог Нормально пройти На саму Миссию Попасть Главное читать Правильнее квесты Тогда вы поймете Что, как И куда вам Собственно говоря Надо Так, а давайте Мы с вами Аккуратненько Друзья мои Поговорим О том Кто из вас И чем будет Заниматься Так Ну пока что У меня получается Более или менее Так или иначе Уклоняться Ау Так, надо убивать Этих колоссов Как можно Шустрее Потому что Иначе Они нам Предоставят Очень много проблем А мне этого Не хотелось бы Оп Так, ну и Малявку Я думаю Я добью Легко Довольно-таки Примерно так И более Здесь у нас Вроде бы Никого нету Но Это не значит Что Наши проблемы На сегодня Закончились Это значит Лишь то Что Проблемы Только Начинаются Итак Вот главный Аванпост Гетов Хорошее Начало Хорошего Дня Ясно Понятно Пока Рекс Они хорошо Прошивают Тихо Ребят Чего-то Расшалились Тихо Тихо Вот с этими Прагунами Вообще Все очень Хреново Если по-честному Ауч 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 Что за Они меня так Фигарят О Новый уровень Можно апнуться Так Физподготовка Как раз Открыта И давайте Увеличим Тут же Наше Здоровье Черт Отмена Распределения И вот Увеличивает Здоровье На 10% Отлично Ты хорош Так Насколько я помню Тут довольно Ух Какой хреновый чувак Так Давайте попробуем Снять Со снайперской Винтовки А8 У меня получится Это сделать Хотя почему-то У меня такое ощущение Что у меня это Ни хрена не получится Так Что у меня есть Поглощающее поле Лишает противника Находящихся Так Возможность Использовать Биотические Технические Навыки Порождение Щитов Противника Находящихся Радиусе Поражение Так Увеличение Щитов Под огнем Что-то Прилив Адреналина Чего у нас Из этого Нету Единство Посолить Наверное Оживлять Противников Сбрасывать Незамедлительно Ладно Оставим На себе Гарусу Дадим Нормальное Оружие Да хрен тебе Умник Убить 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 он Меня захотел Ваншотом Видите На Ага Разбежался Так Надо минус этот Крушитель сделать Оп Отлично Остался один Крушитель Убить Натерянных Натерянных Мирах И Жизнях Невинных Песня Транслируется На планеты Гетов По ту сторону Вуали Персея Передатчик Выключается Транслируется пробежаться и посмотреть, что здесь вообще есть. Особенно, если здесь есть что-то полезное. Так, ну, вроде бы здесь ничего нет. Единственное, что мы можем спуститься на лифте. Здесь, по-моему, дверь. Это не дверь, по-моему. Точнее, дверь, но мы сюда не можем пройти. Внизу вроде бы ничего нету, кроме вот этого, соответственно, лифта. Насколько я могу судить, конечно. Поэтому пойдемте к нему уже напрямую. И там уже будем думать, что и как. Точнее, это не лифт, это дверь. Это дверь, за которой у нас есть набор улучшений, которые мы, естественно, забираем. Сложность зашифровки низкая. Сейчас мы возьмем. Так, ручное отключение и дешифровка. Ух, мать моя женщина. Страшно выглядела изначально, но не так страшно выглядит в итоге. И давайте сохранимся перед вот этим моментом, чтобы не открывать его за унигель. Тут вообще все легко. Итак, вы нашли файлы, содержащие зашифрованные данные гетов. В них можно содержаться информацией об эволюции гетов со времен изгнания акварианцев. Возможно, стоит отдать эти файлы тому, кто сможет излечь из них максимальную выгоду. Я даже знаю одного такого персонажа, которому можно отдать эти замечательные файлы. ничего новенького мы здесь не найдем, мы просто возвращаемся, соответственно, домой, так сказать, на наш корабль, на нашу Нормандию и надеемся на то, что у нас все будет хорошо. Эту миссию мы выполнили с успехом и никаких проблем на ней у нас особых не возникло. Поэтому отсюда мы можем спокойно возвращаться на Нормандию. И давайте тут же, дорогие мои друзья, тогда сходим и поговорим с одним человеком, ну как человеком, нашим подчиненным, так сказать, которому эти данные могут, собственно говоря, пригодиться. Я думаю, что она будет нам благодарна. Я думаю, опять-таки, что вы уже догадались, кто именно будет нам благодарен за эти данные. Кстати говоря, мы можем заодно посмотреть, что нам конкретно дали. Так, нет, здесь не то. Вот. Так, задание. Так, узнайте о подробностях Траверса. Так, ВИ, ВИ, Талии, Гетты. Вот. Покурите с Талии, когда вернетесь на Нормандию. Итак, мы вернулись на Нормандию и теперь мы можем спокойно поговорить с Талии Зора. Насколько я помню, ее зовут именно так. Поэтому давайте поговорим с ними. Шепард, мне надо с вами поговорить, и это важно. Что-то не так? Помните те данные, что вы забрали из контрольных узлов Гетта? Информацию, которую вы дали Альянсу. Мне нужна копия. Вы хотите передать эту информацию на мигрирующий флот? В этих файлах содержится то, что позволит нам понять Гетта. Там может быть ключ к нашему возвращению на родину. Если я отдам вам данные, ваше паломничество завершится. Вы вернетесь к своему народу. Не сразу. Я останусь с вами, пока мы не остановим Сарана. Но моему народу нужны эти файлы. Сарана. Вы думаете использовать эти данные, чтобы уничтожить своих врагов? Не сразу. Сначала их нужно изучить. Это может занять годы, но это позволит нам понять, как Гетты менялись и эволюционировались за эти сотни лет. Пожалуйста, делайте копию. Мой народ, я в большом долгу перед вами. В неоплатном долгу. Единственное, что я могу предложить, вы уже имеете. Мое торжественное обещание остаться с вами до победы над Сараном и его Геттами. Ничего больше мне не нужно. Спасибо, Шепард. Ха, мы герои. Рады всего на единичку. Ну и того, на самом деле, достаточно. А, наше обаяние просто зашкаливает. Ну ладно, на самом деле, для того, полной прокачки, ну именно героического вот этого вот обаяния, не нужно сильно много париться и где-то, по-моему, вот столько вот хватит, чтобы прокачать все обаяние, насколько я помню. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но такое. В любом случае, нам пока хватает и мы будем сейчас прокачивать физподготовку, чтобы увеличить наш запас здоровья. Я думаю, что это важно. Ну, либо боевую броню будем прокачивать, тоже вероятность, в принципе, довольно неплохая. Ладно, посмотрим, посмотрим, не будем зацикливаться на этом. Давайте, кстати, не сюда, простите, посмотрим, есть ли у нас что-то более интересное для нас самих. Вот у нас есть огненная буря, замечательно. Здесь у нас есть стингер, замечательно. Здесь у нас есть страйкер, еще лучше, замечательно. И здесь у нас гранатки нет, в принципе, гранаток никаких интересных. Здесь, в принципе, тоже здесь ничего нету. Более-менее у нас здесь все, все как-то печально, если честно. Но зато мы можем часть вещей переработать в унигель, тем самым помочь самим себе. То есть, унигель, штука нужная, она часто нужна для различных улучшений. и я думаю, что... Точнее, не улучшений, а вскрытие чего-либо, я думаю, что нам она пригодится. Ладно, 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 ладно. Так, здесь, в принципе, я больше ничего не вижу, чтобы нам такое изменить. Для себя мы, к сожалению, никакую из этих бронь одеть не можем. На мой взгляд, у нас очень хорошая броня, но дело такое. Так, интерфейс первой помощи третьего уровня у нас установлен, я думаю, что его, собственно, и стоит оставить. Что касаемо остальных вещей, сейчас мы посмотрим, есть ли что-нибудь интересненькое такого же типа, но получше. Есть крио-патроны, есть вольфрамовые, увеличивает урон синтетикам, урон органическим противникам и токсичный урон. Так, полоневые патроны, я думаю, поставим, мы сделаем токсичный урон, экипируемых и сделаем боевой датчик на некоторые противники, использующие генератор помех, чтобы вывести из строя радара вашего оружия. Улучшенный боевой сканер повышит чувствительность радара, что позволит обнаружить противников третий уровень ображения. Так, ладно, боевой сканер четвертого уровня можно поставить, в принципе, он не особо нужен, но при желании его, конечно, можно поставить. Ладно, давайте поставим все-таки его. Здесь у нас идет, что, радиатор второго уровня, улучшенный прицел, отдача, радиатор третьего уровня, давайте поставим тогда бронепатроны, заменим их на урон синтетиком, да, надеюсь, органическим. Вольфрамовые патрончики поставим тогда, я думаю, что это будет иметь смысл. Здесь мы химический патрон третьего уровня можем заменить на даже не знаю, на что бы их заменить. Токсичный урон в принципе 40%, так что здесь меня в принципе все устраивает. Так, противопехотный органическим противникам урон проникает проникновение щитов плюс что там написано цель максимальная точность уменьшается с крио-патронами. Я думаю поставим разрывные патроны, почему нет? И радиатор третьего уровня, почему такие нет? Кстати, что у нас здесь стоит? Боеводатчик третьего уровня, ну да, лучше, к сожалению, здесь ничего особого не сделаешь. Единственное, можно увеличить урон от нашего пистолета, поставив крупнокалиберный ствол третьего уровня как вариант. Ну ладно, об этом как-нибудь потом, сейчас я не вижу смысла в этом. И давайте поговорим с нашими ребятами, узнаем их мнение по последней миссии. Чего вы хотите, Шепард? Так. Ничего. Здесь ничего нового узнать не можем, насколько я помню. Капитан, что вы думаете о последней миссии? Здешними колонистами нельзя не восхищаться. Менее подходящего места для колонистов. Будь у меня выбор, я бы тут ни на минуту не был. Вы свободны, сержант. Понятно, они все еще думают о прошлой миссии, собственно, ничего не изменилось. Ну да, потому что это, в принципе, несюжетная несюжетная штука. Вы долго были в СБЦ. Много пришлось повидать? Ну, с вами не сравнить, но, да, кое-что интересное было. И? Наверняка расскажете о каком-нибудь увлекательном случае. Да вот хотя бы дело одного саларианского генетика. Дело было довольно неприятное. И? Что случилось? Почему он оказался под следствием? Мне поручили заняться черным рынком на Цитадели. В основном там все было тихо. Ничего такого, чтобы требовало внимания. Но в ходе расследования я натолкнулся на рост торговли органами. Ими всегда торговали, но не в таком количестве. Непонятно было, то ли появилась новая подпольная лаборатория, то ли какой-то психопат потрошитель. Вы раньше с этим встречались на Цитадели? Время время времени какая-нибудь лаборатория распродает излишки. Но это не так плохо, как психопаты. Помню одного дипломата Элкора, которого мы взяли в мой первый год службы. Убивал местных жителей и продавал их органы. Всю станцию держал в страхе. Но с генетиком все оказалось не так просто. Гораздо сложнее, чем мы сперва думали. Как же вы выяснили, что происходит на самом деле? Для начала захватили образец и провели тест ДНК. Он вывел нас на Турианца, который был жив-здоров и совершенно уверен, что его печень при нем. Немного покопавшись, я узнал, что он одно время работал на генетика доктора Салиона. Иду к нему в лабораторию. Думаю, найду улики производства клонированных органов. А там ничего. Не сердец ларианских, не турианских печеней, даже кроганских яиц не было. Вы шутите, что ли? Зачем кому-то нужны кроганские яйца? Кое-кто из кроганов верит, будто пересадка яиц повышает мужскую силу, ослабляет действие кинофага. На самом деле нет, но они все равно их покупают. Платят до 10 тысяч кредитов за штуку. За весь набор выходит 40 тысяч. Кое-кто и что вы сделали с генетиком? Задержал кое-кого из его работников, чтобы проверить, вдруг заговорят. И при беседе с одним из них наткнулся на кое-что подозрительное. Вы хотите сказать запугивание? Это было действительно необходимо? Может быть, а может и нет. В любом случае это оправдало себя. У одного из задержанных во время допроса началось мощное кровотечение. Мы предложили перевязать, а он впал в бешенство. как с катушек съехал. Я велел провести ему полное медовследование. Врачи нашли у него по всему телу надрезы, частью свежие. Вот это был прорыв. Эти ребята были не просто работниками. Саля использовал их как пробирки, ходячие живые пробирки. Он выращивал органы в телах своих работников? Точно. Клонировал органы внутри их собственных тел, а потом вырезал и продавал. Большинство жертв были бедняками. Он платил им небольшой процент с продаж, но только если органы выходили качественно. Порой орган вырастал не так как надо, и он оставлял его им. Большинство из них были инвалидами, но только внутри, снаружи ничего не видно. Надеюсь, он получил то, чего заслуживал. Это то хуже всего. Мы его так и не поймали. Почему? Что случилось? Он слинял, взорвал лабораторию, прихватил с собой часть сотрудников и двинул к ближайшему космодоку. Когда я это понял, его корабль уже отчаливал. Он угрожал убить заложников, если мы что-то предпримем. Но вы же полетели за ним следом. Я приказал сбить его, но штаб СБЦ отменил мое распоряжение. Они там волновались о заложниках и о том, что если подорвать корабль так близко к цитадели, будут жертвы. Я им говорю, заложники и так мертвы. Он их просто использует для выращивания органов. Но они не стали слушать. Это не стоило риска. Лучше было бы догнать корабль и задержать его. За ним послали армейских, но он все равно сбежал. Да, дали. Я пошел к Палину и сказал ему все, что о нем думаю. Он говорит, не нравится, увольняйся. Я чуть так и не сделал. Все, что надо было, задержать корабль. Не дать ему сбежать. Заложники может погибнут, может нет, но мы хоть взяли бы ублюдка, который во всем этом виноват. Если вам нет дела до судьбы заложников, то вы не лучше, чем он. такой же террорист, только с полицейским значком. Да, возможно, вы правы. Проще от этого не становится, но я понимаю, о чем вы. Мне просто жаль, что я не смог его остановить. Вот и все. Вы не знаете, что было дальше с доктором Саллионом? Время от времени я дергал за ниточки, хотел выследить его. Однажды я даже чуть было не поймал его. Он менял корабли, сменил именно доктор Харт, сердечный наш, юморист. Я сообщил военным, но они не были уверены, что это он. Я узнал частоту его нового корабля, но так и не добился, чтобы кто-нибудь проверил. Я проверю координаты, когда будет время. Я надеялся, что вы это скажете, но капитан, когда пойдете за ним, возьмите меня. Если это Саллион, я хочу быть рядом, когда вы его найдете. Ну что ж, у нас появилось одно новое задание, которого в принципе ранее у нас не было. Интересуетесь новинками? Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан. Ну и заодно продадим всякую шушеру, которая у нас тоже имеется. Ладно, что мы можем купить? Улучшение гранат. Давайте сравнить сделаем. Как вы видите, у нас уже довольно неплохо. по всяким показателям. Ладно. Средняя броня турианца, человека, тяжелая броня тоже человека. Кстати говоря, можно купить скорпиона, как вариант. Я не помню, сколько он стоит, правда, всего-то. У нас уже 128 тысяч, так что мы себе в принципе это можем позволить. Так, и есть здесь лансер. Он похуже, чем у нас. винтовочка. А вот снайперская винтовочка получше, чем у нас. Страйкер, так называемый Луиза Шерпорт. Нет, стоп, хуже, хуже, чем у нас. А вот здесь получше. Поэтому тяжелую броню мы купим, а вот этот покупать не купить. Так, купить, купить, конечно. Твою мать. Случайно кое-что не то сделал. Ладно, пофиг. Сейчас мы восполним немножечко всю эту гадость. Так, где у нас здесь? Давайте мы будем с вами продавать все, что у нас с первого, второго, возможно, даже третьего уровня. Давайте начнем. Освободитель, да, продать, а молот, снайперская винтовка, да, снайперская винтовка, ураган, ураган, феникс, дуэлянт, гитаган, мститель, феникс, мг, мг, ну, в общем, все это продаем, потому что особого, особого смысла в этом у нас с вами нету. Давайте даже докрутим чуть-чуть повыше. В принципе, можно все вот это вот первого уровня и второго продать просто нафиг и получить за это неплохие денежки. Потому что все вот эти вот первый, второй уровень, они нам уже бессмысленны. Нам есть смысл в третьих уровнях и четвертых, соответственно. Я думаю даже оставить, наверное, только четвертые и пятые уровни, потому что третьи уровни нам тоже особо уже не нужны. Плюс таким образом мы получим довольно нехилое количество денег. Да, не все, что нам нужно у нас будет, но я думаю, тем не менее. скорее всего продам что-нибудь из нужного, хотя, по-моему, установленные модификации не продаются, если мне не изменяет память, на что я, собственно, очень сильно надеюсь. Вот, остается четвертый, пятый уровни, так что думаю, все хорошо. И давайте поменяем себе броню на какая-то броня там была. Вот она, скорпион, надо надеть, естественно, и вот так вот у нас выглядит скорпион. Не очень-то красивая броня, но зато она действенная и более интересная и более хорошая, чем та, что была у нас до этого. Вот такие вот дела. Так, ладненько, я думаю, что здесь мы сделали все, что могли, поэтому поедем дальше. Попробуем сейчас посмотреть, что у нас вообще по заданиям есть. Найдите доктора Салиона. Так, Гару сообщил вам координаты места, где в последний раз был замечен корабль доктора Салиона. Отправляйтесь в систему Гершеля в пределе Кеплера. Итак, предел Кеплера. Сейчас посмотрим, давайте по заданию Гаруса пойдем. Оно довольно интересное, насколько мне не изменяет память, поэтому думаю, вам будет тоже это дело интересно. Сообщение от адмирала Хекета, капитан. Передаю. Мы только что получили ваш отчет. Похоже, присутствие гетов было масштабнее, чем мы думали. Вероятно, они готовили крупное нападение в этой системе. Мы увеличим число патрулей в скоплении Арстронга, чтобы убедиться, что им не удастся создать другую базу в этом регионе. Отличная работа, Шепл. Вы спасли множество жизней. Отвой. Да как бы не за что. Ладно. Итак, скопление чего мне там надо было? Я уже в предел точнее чего. Думаю, сейчас найду. Так, скопление Вояджера, Бета-атики, предел Кеплера. Мне надо было вот сюда. Я думаю, сюда сейчас мы и полетим. Ньютон, Гершель. Нам нужен Гершель, поэтому сначала полетим Ньютон. Другую систему? Да, естественно, новая. Отправляемся в другую систему и надеемся, что здесь найдем что-нибудь интересненькое. Поставило сообщение. Соединяю. Капитан, я получил информацию, которая может показаться вам важной. Кто-то убивает бывших ученых Альянса. За последний месяц уже 4 смерти. С удовольствием займусь этим делом, адмирал. Есть какая-то информация? Между этими учеными и вами есть связь. Несколько лет назад они все работали над секретным проектом на Акузе. Это не может быть связано с тем, что случилось на Акузе. Молотильщики убили десятки солдат. Если это не просто несчастный случай, мы обязаны это выяснить. Капитан Шепард, что вы будете делать с этой информацией? дело ваше. Я просто хотел довести ее до вашего сведения. Над этим проектом работал еще один ученый, доктор Вейн. Передаю вам его координаты. Удачи! Пятая плотилия конец связи! Окей. Ладно, давайте посмотрим по планеткам, что у нас есть здесь интересного. И первая планета это Сесмос, ледяной карлик, поверхность которого практически полностью состоит из водяного льда. Обычно подобные планетоиды не отмечаются на картах систем, но Сесмос обладает необычно большим и красивым кольцом ледяных кристаллов, которое часто становится объектом художников. Кольцо появилось в результате скользящего удара в районе экватора, что стало причиной образования огромного рва и выброса в атмосферу большого количества воды. Кольцо представляет собой временное явление и пропадает в течение нескольких тысяч лет. Точнее временное, прошу прощения за неправильное склонение. Юнгро Юнгро это водородно-гелевый газовый гигант, верхние слои атмосферы которого содержат примеси хлора и натрия. Подобно урану в солнечной системе планета лежит на боку. Ее северный полюс обращен к Ньютону. Разведать планету обнаружено месторождение газа. Концентраты высокая концентрация водорода. Следующая планетка давайте пожалуйста следующей будет Клинкори. Клинкори холодная скалистая планета, атмосфера которой содержит хлор и аргон. Холодная поверхность имеет высокое содержание калия. Встречаются залежи железной руды. Клинкори известна тем, что права на ее предъявила эксцентричный волос-миллиардер по имени Кумуншол. По его утверждениям, ему явилось высшее существо и велело искать потерянные гробницы создателей созданий света. Эти создания якобы были сотворены на заре времен, чтобы защитить органическую жизнь от синтетических машинных дьяволов. Шол ведет раскопки на токсичной поверхности Клинкори уже 20 лет, что обходится ему очень недешево. Ни одно из правительств не посчитало планету достаточно ценной, чтобы выдворить его небольшую армию наемников. Найденные записи матриарха во время сканирования планеты Клинкори была найдена рубка торгового корабля волосов. Остальной части корабля обнаружено не было, но вашей команде удалось найти фрагмент записи матриарха Дилинаги. И последняя планета. Несмотря на то, что температура на поверхности Анторома выше комфортна и благодаря азотно-кислородной атмосфере и обширным не глубоким морям, планета представляет собой идеальное место для заселения представителями большинства известных рас. К сожалению, орбита тонала спутника Анторома постепенно снижается. Близость спутника начала вызывать сильные приливы и отливы, а его вмешательство в магнитное поле Анторома стало причиной участившихся мощных гроз. Для уменьшения массы спутника и корректировки его орбиты был предложен проект размещения на нем двигателей, использующих эффект масс. Затраты на размещение десятков тысячи двигателей способны разорить правительство всех рас пространства цитадели вместе взятых, что делает этот проект несбыточной мечтой. Современными усилиями нескольких рас предпринимаются попытки создавить полное описание и сохранить уникальное генетическое разнообразие цветущей молодой биосферы Анторома. Корпорации Экзогений и Хьюань Джиномикс представляют альянс в этом предприятии. Ну что ж приземляемся на эту замечательную планету которая скоро не станет и это будет последняя миссия на сегодняшнюю записи я думаю. Как-то вот так. Так, давайте глянем что у нас здесь есть сразу же. Сразу же отправимся в этот угол и мы видим аномалию и подземное сооружение соответственно. Ой. Что-то мне кажется что ничего хорошего мы здесь не найдем мне не очень нравится вот это мерцание большой непонятной звезды ну или чего это собственно говоря там что это вообще такое желтое желтый или это на моей зеленой планете есть какой-то желтый который угрожает всему это печально так ладненько давайте аккуратненько пробираться дальше смотреть смотреть чего у нас здесь есть интересного и стараться не угробить наш автомобиль несмотря на то что это все же вездеход его все же можно угробить при определенных желаниях и умениях а у меня таковые имеются надеюсь что мне не удастся его угробить ладненько будем проезжать вперед надеяться встретить что-то более интересное так пока мы ничего не встретили думаю что есть вероятно что-то найти в принципе всегда и всюду нужно что-то искать в нашем случае какие-нибудь интересные залежи которые здесь могут находиться а могут и не находиться или какие-нибудь интересные места которые тоже здесь периодически бывают не всегда но тем не менее и вот мы нашли как раз таки одно из таких мест это залежи чего-то там какого-то полезного ископаемого интересно какого на самом деле потому что я как всегда не знаю и не имею ни малейшего понятия что же здесь может находиться Но в любом случае, эта планета является неким умирающим заповедником земного типа Это, конечно, иллюзия, но тем не менее По крайней мере, как вы видите, здесь есть какие-то непонятные животные Которые, не знаю, будут на нас нападать или нет Что это вообще такое? Поговорить с ними, можно попробовать Я не думаю, что с ними можно поговорить, на самом-таки деле Так, это золото, о, круто вообще Подземелье, так, искать золото, замечательно Отличное месторождение золота мы получили, 3000 аж За это все добро И здесь есть животинка Которую, естественно, мы убивать не будем Зачем нам это делать? Это, конечно, придаст нам кучу всякой полезной фигни типа отступника Но, как вы знаете, отступник нам не нужен Мы же ведь герои, несмотря на все про все Несмотря на то, сколько мы уже убили разных существ То гетов, то кроганов, то кварианцев и прочих Но, тем не менее, мы стараемся быть героями И никого не убивать По возможности, естественно Вот такая замечательная сверху планета Очень красиво выглядит Мне нравится Вообще, здесь очень классные виды В принципе, это тоже можно на рабочий стол так выставить себе как вариант Я думаю, что это будет интересно Так, давайте прогуляемся к аномалии Аномалия у нас находится где-то вот тут Правильно же я думаю, да Примерно в ту сторону И примерно по прямой Сейчас мы будем долго быстро падать Ну, как-то так По крайней мере, так быстрее И совсем уже скоро доедем до нужной нам аномалии Интересно, что там будет Сохранимся, естественно И доедем, доедем, доедем дотуда Что-то мне не очень нравятся эти жучки Какие-то они не сильно дружелюбные Останки обследовать Так, найдена турианская эмблема Установить, что произошло с этим турианцем невозможно При нем вы нашли древнюю книгу На обложке которой красуется эмблема базы Бостро Знаете, почему-то я думаю, что это вот эти тараканы Что-то сделали с нашими ребятами Ну, собственно, вряд ли кто-то другой мог с ними что-то сделать И это единственные, кто могли повредить их костюмы Да и не только Ну, в принципе, вообще кто мог им повредить Так, давайте прогуляемся тогда уже на нашу миссию Я не думаю, что я буду сейчас тратить время на что-то другое И на этом уже, думаю, завершу эту серию Все же, какой бы короткой или длинной она ни была Получается, нам нужно вот сюда Чтобы не сбиться с пути, так сказать И мы уже доедем по прямой, фактически До нужного нам места Где и остановимся Ну, или не остановимся Не знаю, все будет видно уже На месте, как говорится Вот там у нас находится Как всегда То, что мы не можем добыть В общем, в каждой системе есть как минимум Одна такая штука Которую мы не можем добыть И чуть поодаль Есть какое-то место Ага, по нам уже стреляют оттуда Вот это хреновенько Так, давайте мы заберемся сначала вот сюда Добудем ископаемые А уже потом пойдем И уничтожим тех, кто нас там стрелял Так, ископаемые Отлично Так, найдено месторождение Палладия Замечательно Тот момент, когда в нас отсюда попадает А мы отсюда нихрена не попадаем Это очень печально, если честно Сейчас я туда приеду И разберусь с этим засранцем Сохраняемся Сказал, сохраняем Понятно Когда нас атакуют, я забыл, что мы не можем сохраняться Непонятные наемники Нас здесь ждали Ну, теперь зато мы можем спокойно сохраниться Итак, что же нас ждет внутри Мне интересно, я не знаю Но надеюсь, что Ничего сильно плохого у нас не ждет Так, пенициллин Набор улучшений Естественно, мы берем все Дабы потом все это дело Если что Использовать И, естественно, мы здесь же Сохраняемся Ну, на всякий случай Так Что-то здесь все Как-то чуть-чуть мертвы А нет, вот вижу Не все мертвы Так Непонятные какие-то наемники О сути которых Нам приходится только догадываться По-моему, у кого-то слишком большая голова Так Так, это надолго, короче Если я так буду продолжать по нему стрелять По-моему, это Кроган Я не люблю, когда Кроганы в меня стреляют Так что, прости-прощай, мистер наемник Бинус один, отлично Кстати, за его убийство мы получили Неплохую Ну, еще один мистер Кроган Да, у нас теперь снайперская винтовка Кстати говоря, отравляет Куда ж ты спрятался-то, малец Так Надо быть с ними поаккуратней, потому что Я бы не хотел лишний раз помирать Если честно Не горю желанием Его делать Надеюсь, Рекс тоже не горит в лане Ясно, понятно Рекс самую малость умер Давай, стреляй уже Так, минус еще один Замечательно Так Мне это на самом деле ни хрена не нравится Так Так, вы засранцы Давайте вы как-то будете, не знаю Умирать, что ли, потихоньку А то вы меня уже задолбываете немножечко Так Так И надо все-таки своих ребят как-то немножко оживить Самую малость Боже ж ты мой Упс Это было как-то неожиданно С последнего сохранения Ладно Она, по-моему, у нас перед дверью А, нет Ну, да Как раз перед дверью Но перед вот этой Хреново Что я могу сказать Да пошли вы, е-мое Ни хрена Они там Оборзевшие Малость сама Субтитры сделал DimaTorzok Надо подслеживать за здоровьем Попутно устанавливать себе броню Главное под кроганов не попадать Потому что Попадая под кроганов Мне будет очень-очень больно Так, отлично Так, отлично Убить свою хп-шечку Надо этих крогановку убивать Ну, давай Умирай, сволочь Блин, это будет долго Ну, хоть так Так, аккуратненько Все, неужели Неужели я все сделал Отлично Нет, кто-то жив Вот теперь точно все Нет? Серьезно? И сейчас не все? Да, е-мое Где же вы, гады? Очное отключение Отлично Взять все это дело Вот теперь сохранимся Замечательно У нас осталось совсем немножко Пеницелина Пеницелина Это меня нифига не радует Но, на самом деле Ничего плохого пока что я не сделал И это меня радует В принципе, со второго раза прошел Так что все более-менее хорошо Отлично В 100 лет все взять Пеницелин получили на халяву Еще один пеницелин получили на халяву Замечательно А если что-нибудь здесь поговорить Всегда готов помочь Все с вами ясно Ничего у вас интересного нету Давайте пойдем дальше Сейчас быстренько нажимаем Опять на сохранение Так Ручное отключение Забираем Вот теперь еще раз сохраняемся И пошли дальше Кто-то здесь поубивал всех Тех, кто был здесь Отойдите К вам у меня претензий нет Мне нужен этот ублюдок Помогите Он безумец Тумс Выйди в себе Вам нужна помощь Заткнись Хватит врать, тварь Ты не... Шепард Бог мой, Шепард Это вы Тумс? Но вы ведь были на Акузе Я своими глазами видела Как вас сожрал молотильщик Шепард Они меня похитили Эти твари ученые Вы не сможете ничего доказать Этот человек бредит Эти твари проводили тесты на молотильщиках Позволяли им нападать на нас И смотрели, что получится Я пришел в себя в камере Эти твари радовались, что я выжил Теперь им было на ком проводить тесты Тумс Я никого не видела Если бы я знала Я вернулась бы за вами Клянусь Нельзя верить Тумсу У него нет доказательств Я требую судебного разбирательства Капитану удалось пережить события на Акузе Другие доказательства не нужны Эта тварь заслужила смерти, Шепард Ради вас Ради меня Ради нашего отряда Вы со мной? Тумс, но вы же лучше их Вы не можете поступить так же Не говорите, как мне поступать Вы отделались парой царапин И устрашающей репутацией Весь мой отряд погиб А меня пытали долгие годы Шепард, не вам судить меня У вас нет права Тумс, если бы я могла помочь вам тогда Я бы помогла Позвольте мне сделать это сейчас Ладно Я не убийца И они не сделают из меня Убийцу Но он должен Отправиться на суд Может быть я наконец Перестану кричать во сне Не знаю Эти ублюдки Больше ничего вам не сделают Джокер Передайте пятой флотилии Нужно забрать задержанного Слушаюсь, капитан Тумс мрачно смотрит в пол Погрузившись в воспоминания Вы толкаете ученого По направлению к двери Ваше задание выполнено Дальнейшую судьбу ученого Решит Альянс Вот такие вот дела Дорогие друзья Я думаю, что вам понравилась Эта миссия Ну, мне по крайней мере Была интересна Мы немножко окунулись В прошлое Шепарда И узнали малость О его данных и занятиях Вот такие вот Пироги, друзья мои Ну что ж На этом, собственно, все Всем спасибо за просмотр С вами был, как всегда, Дезертир Всем удачи И пока-пока